Приветствую друзья! С вами вновь Стас Гуштарт Каменский. Неделька выдалась жаркой, чего не скажешь о погоде, а значит можно было посидеть дома, никуда не ходить, ссылаясь на холод, ветер и тёплый плед на коленях и попивая кофе думать о нём. О релизе любимой игры, который когда-нибудь да случится, а если повезёт, то случится очень скоро. А сейчас пришла пора нам рассказать о самых важных игровых событиях прошлой недели. Поехали! Sega анонсировала Dawn of War 3, продолжение стратегии производства студии Relic Entertainment и выпустила впечатляющий первый трейлер этой игры. На данный момент известно, что в игре будет как минимум три играбельных стороны – Космодесант, Эльдара и Орки. У каждой из трёх сторон будет доступен класс юнитов Титаны. Дата выкода пока что ещё не обозначена. Ещё одна игра разрабатывается специально для поклонников вселенной Вархаммер 40 000 – Вархаммер 40 000 Инквизитор Мортир, а работа кипит в студии Neo Core Games, отличившейся в ранее вышедшей серии экшен-РПГ Ван Хелсинг, показавших себя с весьма положительной стороны. Игра же по Вархаммер 40 000 также будет экшен-РПГ. Новым роликом разработчики открыли серию ежемесячных видео, рассказывающих о разных аспектах этого проекта. В первом из них показали важность разрушаемости окружения, где можно и где нельзя спрятаться, а куда лучше и носа не совать, чтобы не подорваться на рядом стоящей взрывоопасной бочке. Выход игры намечен на этот год на ПК. Activision анонсировали, анонсировали, да заанонсировали, наконец, следующую игру в серии Call of Duty с подзаголовком Infinite Warfare. Кроме самой новой части, в комплекте с ней будет идти однозначный хит серии Call of Duty – игра Modern Warfare, куда будет включена одиночная кампания и 10к для многопользовательского режима. Новая же часть выйдет за пределы нашей планеты и действия, что и в одиночной кампании, что в многопользовательском режиме, будет происходить не только на Земле, но и в космосе, на других планетах Солнечной системы, спутниках и космических станциях. Обещают даже карты с нулевой гравитацией. Кроме всего прочего, раздействие будет происходить частично в космосе, в кампании нас будут ждать динамические переходы с поверхности планеты прямо в космическое пространство, без экрана загрузки и самые настоящие бои на сверхскоростных истребителях. Activision заявила, что новая часть будет следующей ступенью эволюции в плане передвижения и с большим акцентом на столкновение лоб в лоб. Всего планируется три разных формы выпуска игры. Стандартное издание, издание вместе с сезонным пропуском и специальное делюкс-издание, куда войдут эксклюзивный стилбук и диск с саундтреком. Выход игры 4 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Ура, товарищи! Нам, наконец, объявили дату релиза второй части Dishonored. Выход состоится 11 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Пока что известно, что сыграть можно будет как за Корва, так и за Эмили Колдуин, чьи способности и стиль боя будет довольно сильно отличаться, а место действия будет происходить в Карнеке, столице Сирконоса. Больше деталей о проекте мы сможем узнать на выставке E3. Следующая DLC для Rainbow Six Siege под названием Operation Dust Line выйдет уже на этой неделе, а именно 11 мая, сообщает Ubisoft. В нем нам представят двух новых оперативников, Палькирию с дроповиком Спас-12 и возможность укрепить липкие камеры на карте, а также Блэкбирда, штумовика со щитом, прикрепленным к его оружию. Действие новой операции развернется на Среднем Востоке. Ремейк классической игры Shadow of the Beast совсем скоро грядет на PlayStation 4, а именно 17 мая. Разработчики поведали нам о том, что новая игра будет содержать в себе также и ту самую классическую версию 1989 года, как один из разблокируемых бонусов. Сама же игра представляет из себя экшен-платформер, где игроки возьмут на себя управление Арборном, которого похитили еще ребенком и превратили при помощи магии в монстрозного воина-слугу. Ближе релиз, больше хайп. Совсем скоро, а именно 13 мая, в новом Doom нам можно будет самолично расстреливать орды демонов, посигнувшие на благоденствие человечества. Разработчики только подливают масло в огонь, выпускают трейлер за трейлером, на этот раз представив наконец предрелизный трейлер для грядущего шутера. Чего только девелоперы не придумают, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые идеи, и у них это, черт возьми, получается. Так, совсем недавно Electronic Arts анонсировали новую часть Battlefield, при этом, особо не заморачиваясь названием, назвали ее Battlefield 1 и показали трейлер под песню Seven Nation Army, довольно известных White Stripes, под которых все видео становятся еще более эпичным. Разработчики явно сделали ход конем, выбрав в качестве сеттинга не современность, ближайшее будущее или чуть более далекое будущее, где можно летать с земли в космос без экранов загрузки под песни Дэвида Боуи, а довольно интересный сеттинг Первой мировой войны. Обещают тотальную разрушаемость, при которой можно будет буквально наделать воронок в земле и засесть в них в обороне, масштабы и эпичной серии Battlefield и ранний доступ с 18 октября за предзаказ издания Первого Добровольца. Доступ к игре для купивших стандартное издание, которое будет стоить, естественно, немного меньше, откроется 21 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Теперь в Парагон появится свой робот с вуп-вуп пушкой. Новый герой, Гримекс, может стрелять из своей лучевой пушки и накладывать щиты, акизаря из Overwatch и ультовать самонаводящимися энергетическими снарядами, способными проходить сквозь препятствия и юнитов, не являющимися героями. Появится он совсем скоро, 10 мая. Для XCOM 2 анонсировано новое DLC под названием Alien Hunters, то есть до этого мы вроде как и не за пришельцами охотились, но да ладно. В дополнении появятся новые пушки, враги, миссия и броня. Выйдет оно на этой неделе, 12 мая, если точно, и входит в состав сезонного пропуска, либо вы его можете купить отдельно. Разработчики Mafia 3 поделились подробностями весьма важного для игры аспекта, а именно вождения автомобилей. Не забываем, что действие происходит в конце 60-х, а это значит, что нас ждет прорва маслкаров, которых не кисло заносит на поворотах и в которые лучше не врезаться, даже если очень хочется. Целыми после столкновения с такими тяжеловесами явно не останешься. Обещают, что машина очень живо будет реагировать на тип поверхности и погодные условия. Напомним, что релиз игры будет 7 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Следующий комикс по вселенной Overwatch про парочку австралийских стрельбятников, крысавчика и турбосвина уже ждет не дождется, когда вы его прочтете наконец. Ознакомиться с ним можно на сайте Blizzard. И пусть простит меня моя команда, но я со дня анонса игры на BlizzCon 2014 года записался в ее фанбои и знатно попускал слюни на видео с анбоксингом коллекционной версии игры. Да, коллекционки от Blizzard всегда имели отличное качество исполнения, потрясающие артбуки и кучу разных других плюшек. Подобрав слюни, можно одним глазком глянуть на то, на что большинство не станет тратиться, но настоящие фанаты оценят по достоинству. И еще один забавный факт. Со дня открытой беты на одном из крупнейших сайтов для взрослых очень сильно возросло количество запросов на NotSafeForWork видео с участием героинь из игры. Но мы хороший канал и называть вам адрес сайта не будем, а то еще лишимся возрастного рейтинга на канале. Следующий DLC для Fallout 4 выйдет совсем скоро, 19 мая, и расскажет о том, как выживший отправится на поиск одной юной особы, а местом действия будет остров Фархарбор. Калькус Бархарбора, популярного туристического места в штате Мэн, с повышенным уровнем радиации и еще более опасными мутантами. В DLC появятся новые квесты и новые поселения. А теперь о релизах. Вышел Battleborn, новый проект о создателе Borderlands с фирменным юмором и иронией, неплохо смеющийся над всем, чем можно, и в первую очередь стебущий над самим собой. Игра представляет собой своего рода моба-шутер от первого лица со своей одиночной компанией, повествующей о гибели последней звезды во вселенной, которую можно пройти как в одиночку любым из 25 предложенных героев, так и в коопе с друзьями. Вторая важная составляющая части игры это мультиплеерная часть с тремя различными игровыми режимами, вторжение по сути типичным моба-режимом, захват точки и переплавку, сопровождение миньонов до контрольной точки. Пестрая стилистика, возможность выбрать из 25 героев, большой мультиплеерный потенциал, все это уже ждет всех купивших игру. Вышла олдскульная point-and-click адвенчура Кэфи Рэйн про юную девушку, которая расследует обстоятельства смерти своего дедушки. Много озвученных диалогов, оригинальный ламповый саундтрек и множество вручную отрисованных задников. В минимальных требованиях числится Windows XP, процессор на 300 МГц и 128 МБ оперативной памяти, так что игра заведется даже на микроволновке. И в завершении бонус. Ребята из Baltimore Knife and Sword выковали очередную конфетку, легендарный клинок «Песнь ярости» из Call of Duty Black Ops 3. Даже сделали так, чтобы он светился при помощи света диодов. Зацените сами, лично я с удовольствием посмотрел на работу мастеров, потому что, как известно, на три вещи можно смотреть вечно. Как горит огонь, это тут есть. Как бежит вода, что в ролике тоже в каком-то смысле есть. И как работают другие люди, что у них выходит просто отменно. Вот всё, друзья. Спасибо, что посмотрели. Мы снова для вас очень-очень старались и настарались на целый выпуск. А как ваша неделька? Удалась вообще? Overwatch играли? Хайпили новый Call of Duty? Или может быть Battlefield? Поделитесь своими мыслями в комментариях и расскажите, как контрить двух бастионов в связке с танком и ангелом, а то я как-то немного рад. Если выпуск понравился, ставьте лайки. Они нам помогают понять, насколько вам понравился или не понравился выпуск. А ещё лучше, покажите этот выпуск друзьям и подписывайтесь сами. Если вы хотите нас поддержать, можете сделать это на Патреоне или купив игру дешевле, чем в Стиме, на сайте g2a.com, использовав наш промокод и получив таким образом дополнительную скидку. Все ссылки находятся в описании. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok